Всем привет! С вами снова Айдан, и я приветствую вас на канале Блог Мусульманки. Сегодняшнее видео будет в формате вопрос-ответ. Я буду отвечать на вопросы самые интересные, которые вы задавали мне в АСКИ. Если интересно, где это, ссылка внизу. Не огорчайтесь, если я не отвечаю на ваши вопросы. Первое, я просто не знаю, как на них ответить, и обдумываю долго. Либо второе, я их отложила просто для видео. Поэтому, когда вы пишете, как же огорчает, что ты не отвечаешь на наши вопросы, извините, пожалуйста. Но либо первое, либо второе. И первый вопрос. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Я приняла ислам, но я живу в Украине, и все мое окружение против этой религии. Учителя, знакомые, знакомые друзей и все-все-все. Часто, когда меня спрашивают, правда ли, что я мусульманка, я отвечаю нет. Я боюсь изделок и тому подобное. Это грех, сложный вопрос. И я скорее не буду отвечать на него, а просто скажу тебе, что чем быстрее ты расскажешь о том, что ты приняла ислам, и это относится ко всем, потому что очень многие это раскрывают, это ваше решение. И те люди, которые вас уважают и любят, они примут это с уважением, ваше решение, и в принципе в вашем общении ничего не изменится. Но есть, к сожалению, люди, которые могут уйти, но в этот момент вам лучше не расстраиваться, потому что, ну, значит, такова была ваша дружба, что... Или ваши отношения были настолько крепкие, что они сразу же вас оставили. А со временем, просто когда люди свыкнутся с этой мыслью, и особенно когда они увидят, что ничего в худшую сторону вас не изменилось, а только лишь в лучшую, вы, кстати, должны это обязательно доказывать, ну, как бы это грубо не звучало, но обязательно нужно вот показать своими действиями, что да, действительно, вы стали, наоборот, лучше. К этому будут относиться спокойно. Второй вопрос. Очень часто мне сейчас начали писать люди, которые не верят во Всевышнего, но уже то, что они задумываются, и уже то, что они меня спрашивают, говорят мне о том, что ага, значит, все-таки какие-то струны души я задела. Что делать, если не веришь во Всевышнего? Что делать? Меня часто уже начали спрашивать в ВКонтакте, и в Директе, и везде, и в комментариях, почему ты веришь во Всевышнего? Я просто думаю о том, что ну как можно в него не верить? Вот как? То есть у человека на каком-то инстинктивном уровне даже заложена такая вещь обращаться к кому-то, к кому-то. То есть вот когда, допустим, падает самолет, или, ну, хотя я не знаю, слава богу, я не оказывалась в падающем самолете, и надеюсь, никогда не окажусь. Но когда человек попадает в беду, в этот момент он как бы разговаривает сам с собой, но при этом он обращается не к себе, а к кому-то. Откуда это? Как вы думаете? Это вот именно вот то, что в нас заложено с рождения, и мы на подсознательном уровне это помним, знаем, но со временем наши мысли немножко улетучиваются, рассеиваются. И поэтому я отвечаю, как можно не верить в того, кто послал обычного человека, да, Мухаммад, он был простой человек, он не был образованным, он не был ученым, он не был врачом, он не был... то есть он не имел образования, но при этом та книга, которая была передана Всевышним через него, она на самом деле безуклична. Я говорю о Коране. Коран действительно, он без изъянов, то есть даже в математике его уже изучали, и удивлялись, насколько он математически даже выстроен отлично. И то, что там описано, это просто уму непостижимо, то есть развитие плода, например, в утробе матери. Что два моря не смешиваются, казалось бы, откуда ему было знать, что есть такое явление, и действительно такое явление есть, где два моря, из-за того, что одно соленое, другое, по-моему, воды в одном соленое, а в другом пресное, они не смешиваются. Практически полторы тысячи лет назад он смог описать то, что сейчас ученые могут описать только с наличием микроскопов и много-много другого. Ну как можно не поверить в это? Я просто не понимаю, уму непостижимо. Но это все-таки доказательства такие глобальные, огромные. Мне же достаточно того, что я утром просыпаюсь, открываю глаза и вижу. То есть, вы представляете, мы видим этот мир, и каждый видит его по-своему, и вообще даже глаза у нас у всех разные. То есть у нас у всех не повторяются никогда печатки пальцев. Это все настолько удивительно, и настолько это все так выверено и четко создано, что ни о какой биологии в этот момент не думаешь, а думаешь о том, что насколько сильна мощь Всевышнего. Поэтому что делать, если не веришь в Бога? Изучай, изучай, изучай. То есть надо обязательно, нельзя просто так сидя на диване и говорить, а я не верю в Бога, а вот докажи кому-нибудь с интернета. Нет, вообще остерегайтесь споров в интернете, и есть огромное количество книг, есть огромное количество даже видеофильмов, документальных. То есть образовывайтесь. Так вообще в Коране говорится, что Всевышний дает веру тому, кому пожелает. Или бы ты избран Всевышнего, да, и он открывает тебе глаза, уши и сердце, либо он просто закрывает тебя, и ты не видишь, даже если ты находишься в мусульманской стране, или даже если ты выучил весь Коран визусть. Следующий вопрос, я удивлена, что его часто мне задают, и вы, наверное, тоже удивитесь, как мусульмане относятся к сексуальным меньшинствам, то есть как относятся к людям нетрадиционной ориентации. Как относятся? Это в любом случае в разряде харам, то есть запрещенного, запретного, то есть отношения однополые, они запрещены исламом. Просто подумайте, если каждый будет практиковать, извините, однополые отношения, то в конце концов мы просто выморимся, потому что род не будет продолжаться. Но это мое мнение, вы можете не согласиться к нам, скажете, что есть огромное количество всяких искусственных, хопотворений, все такое, и все же это нездоровое общество. Извините, простите меня, если вдруг вы смотрите меня, но я считаю, что у вас проблемы психологические и проблемы душевные. И как раз с точки зрения ислама, если такое проявляется, то это из разряда того, что нужно лечить. Лечить Кораном, лечить психологически, поэтому, надеюсь, вопрос исчерпывающий ответил я на вас. Надеюсь, я исчерпывающе ответил на ваш вопрос. Если было принято решение надеть хиджаб, то отказаться от него через годы нельзя? Нет. Но при этом очень многие боятся начать намаз, начать пост, начать носить хиджаб, потому что боятся, что вдруг я передумаю и брошу. Просто не задумывайтесь об этом. Это шепчет вам шайтан, понимаете? Он вас отвращает от этого. Страхи внутри, они зарождаются в вашей голове, их нужно гнать от себя. Сейчас задаваем вопрос, можно ли женщину стричься. Да, можно. Единственное, чего нельзя делать, это стричься в духе мужской стрижки, потому что это уподобляет тебя мужчине, а в исламе женщина должна быть женственной. Для вашего дома хотела бы спросить у вас, как вы относитесь и занимаетесь спортом, допустимо ли это, ведь созданное Аллахом менять нельзя, и вообще, как проходят тренировки. Мне кажется, что слишком буквально некоторые восприняли фразу «созданное Всевышним нельзя изменять». Элементарно, спорт – это здоровье, и я говорила вам то, что мусульманам нельзя пренебрегать «а» свободным временем, то есть нужно его полезно тратить, и здоровьем, то есть нельзя забивать на свое здоровье ни в коем случае. Это приравнило даже к греху. Эляна, ты замужем? Тебе 24, и ты еще не замужем? В смысле, а где твой муж? Вот ты говоришь «красть-то надо только для мужа», а где твой муж? Нет, муж. Нет, я не замужем. Останьте, пожалуйста, останьте с этим вопросом. Ну, мне пока так хорошо. И был вопрос о том, что будет, когда я выйду замуж, вдруг мне муж запретит, и он запретит, и наоборот будет мне помогать. Очень интересный был вопрос у меня в комментариях у YouTube, и я задумала ответить на него. Там был вопрос, что-то вроде «все ли мусульманки обязаны носить хиджам, и считается ли мусульманкой та, которая не носит его?» Считается обязанность? Да. Давайте смотреть в правду глаза, это не мои слова, это не мое личное мнение, но это верено мусульманке в обязанности. Но люди, девушки, которые не носят его, не значат, что они не носили мусульманки. Потому что, а, первое, это должно быть вероубеждение, это ключ, это самое главное вероубеждение в Одного Всевышнего, что нет божества, кроме одного лишь Господа Нероп, или по-арабски Аллах, и Мухаммад с Амолиуссалем, его посланников. Это вот первое убеждение. Второе, конечно, там намаз, пост, закиат и все остальное, и хиджаб. Уловите разницу. Я помню, когда я ездила в Турцию, меня спросили, совершаю ли я намаз. И для меня это был удивительный вопрос, потому что, ну, как бы, как бы сказать, там, а по мне не видно, а на самом деле в Турции очень много девушек, которые носят хиджаб, просто потому что либо это традиция, либо это мода, я не знаю, но при этом они могут не совершать намаз. Поэтому не всегда это показатель, но при этом являются ли это обязанностью? Да, являются. Ассалям алейкум, алейкум ассалям. Что ты посоветуешь начинающей мусульманке? С чего начать? Я хочу посоветовать всем начинающим мусульманам начать с того, чтобы воспитывать в себе характер. Потому что это важно. О чем я говорю, когда я говорю характер? Это самбо, терпение, что очень важно. Это уважение ко всем людям, ко всем людям. Это мягкость. Вот обязательно, без этого никак. Настоящий мусульманин, мусульманка не может быть неуважительным к другим людям, не может быть жестким сильно. То есть он должен быть мягок. Естественно, я откладываю те самые моменты, когда благобоязненность, изучать религию, все такое. Это априори, это фундамент. Об этом даже не говорим. Я сейчас говорю о чем-то более, скажем так, то, что уже поверх фундамента. Мягкость, уважение. Как бы это странно ни звучало, но улыбчивость. Потому что вы знаете, огромное количество есть мемов о том, что улыбка это сонно. И действительно, улыбка, она угрожает. И поэтому я обращаюсь к вам. Если вы начинающие мусульманин, мусульманка, больше улыбайтесь, несите мир позитив, будьте мягким, будьте лучшим примером, то есть примером мусульманина. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если будут вопросы, пишите внизу. Если будут какие-то мнения, пишите, опять же, внизу, в комментариях. И рада каждому из вас. И вас уже практически полсотни. Это население некоторых городов, наверное. Ладно, всем пока. Или, как говорят мусульмане, ассаляму алейкум, варахматуллахи, варакетту. А я пойду к подружке, которая меня уже давно ждет и скоро меня убьет за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.